Добрый день. Смотрите, вот у нас там сейчас страна разговаривает про Екатеринбург, ну и уже несколько меньшая страна разговаривает про ШС, что там происходит и так далее. И в принципе там уже такое весьма интересное противостояние, очень много лжи выливается на тех людей, которые хотят там, которые не хотят жить в том самом мусоре и так далее. Но в свете этого мы видим вот, что у нас Медведев подписывает о выделении средств на создание в Курганской области, в Удмуртии, Кировской и Саратовских областях заводов по переработке отходов первого и второго классов опасности. Ну так вот, первый класс опасности это чрезвычайно опасные отходы, второй класс опасности это высокоопасные отходы. Первый класс это те отходы, которые природой, насколько я понимаю, они вообще практически не перерабатываются, их может перерабатывать только человек. И то не очень понятно, насколько все это реально, насколько нереально. Методики вроде есть, но по факту мы видим ШС, обычный полигон. Методики вроде есть, а по факту мы видим свалки вокруг городов и так далее. Но при этом надо рассказывать про заводы. Насколько эти заводы современные соответствуют той самой нашей безопасности, чтобы мы там после постройки и запуска этих заводов не поумирали. Ну судите сами и поинтересуйтесь у жителей, где похожие заводы уже существуют. Да. Ну так вот, смотрите, что у нас, грубо говоря, относятся к первому классу. Да, относятся вещества чрезвычайно высокой опасности, для них характерна наиболее значительная степень вредного воздействия на окружающую среду, они приводят к кардинальному изменению экологической составляющей, восстановительный период отсутствует. К этому классу относятся полоний, бензопирин, фтороводород, соли свинца, талий, этил, ртуть, плутоний, тылу, розон, циановодород и другие вещества. После их воздействия экологическая система нарушается в наибольшей степени, при этом период восстановления отсутствует. Определение принадлежности к классу осуществляется расчетным или экспериментальным методом. На практике такие отходы могут представлять собой трансформаторы, конденсаторы, криозол, его остатки ртутные термометры, обработанные или бракованные другие ртуть, содержащие приборы, асбестовая пыль, синтетические минеральные масла, отходы солей, мушьяка, антидетонационные присадки и отходы. Да, но вы должны понимать, что антидетонационные присадки это то, что в бензине идет. К второму классу относятся высокоопасные вещества, у них высокая степень вредного воздействия на природу, они приводят к серьезному нарушению экологического баланса в окружающей среде. Последствия влияния веществ класса 2 настолько велики, что природе требуется не менее 30 лет для восстановления. К этому классу опасности принадлежат литий, фенол, хлороформ, серную кислоту, селен, сероводород, барий, формальдегид, сюрму, стирол, все нитриды, мышьяк, молибден и другие вещества. После их воздействия экологическая система сильно нарушается и перед восстановлением от 30 лет определение принадлежат к классу опасности 2 осуществляется расчетным экспериментальным методом. На практике такие отходы могут представлять собой отработанные и бракованные аккумуляторы, автопокрышки, масла, щелочи, кислоты, гальванические элементы, остатки рафинирования нефтесодержащих отходов, свинцовые опилки, кислые смолы. К первым и вторым классам опасности на практике часто относят промышленные отходы те, которые образовались в процессе функционера различных производственных предприятий. Это могут быть масла, щелочи, кислоты и другие химические вещества. Спасность также представляет заработанная иммунисцентная ртутная лампа, термометр, гальванические элементы. Ссылку я прикреплю, если интересно читать целиком статью. Но это в принципе вопрос интересный, да, и вот если бы это запускало конечно не наше правительство, то есть с одной стороны вроде озвучена идея хорошая, но в связи с того, что мы видим как у нас говорят одно делают другое, вызывает большое сомнение. А еще вызывает большое сомнение именно необходимость того, что все это, насколько я понимаю, будет все очень близко с населенными пунктами. А это значит, что в этих населенных пунктах, как обычно, будут изменения. Те, которые мы имеем, в общем-то, уже на данный момент во всех местах, где существуют вот эти вот вредные заводы. Поэтому не сидите дома, если вы все-таки планируете, что у вас должны быть дети, они должны быть здоровы, и вы должны там дожить до старости и так далее и тому подобное. Вот как-то так. Ну, а то, что эти заводы нужны, это, конечно, совершенно правильно. Но другое дело, что должна ли Россия перерабатывать отходы со всего мира? Я считаю, что нет. А как вы считаете? И второй вопрос заключается в том, что если все-таки мы производим эти вредные отходы, должны ли эти заводы строиться рядом с населенными пунктами, или все-таки мы должны построить, во-первых, очень современные заводы и наиболее безопасные, которые мы можем построить на данный момент, и должны ли мы на самом деле выбирать все-таки не населенные пункты, а такие места, которые будут иметь наименьшее воздействие на окружающую среду и на жизнь в целом. И вот если вы со мной с этим согласны, то, соответственно, распространяйте этот ролик, пишите комментарии и давайте поднимать шум на эту тему, а то получим мы очередной ШС и будем рассуждать непонятно о чем, о каком-то голосе, на котором проголосовали непонятно как или еще о чем-то, но не будем обсуждать, в самом деле, серьезные вопросы, которые нам нужно решать. И мы понимать должны, что правительство не собирается решать эти вопросы в интересах населения. Ну, или вы можете верить чему угодно, но я верю делам. По делам я вижу только то, что есть жесткое противостояние правительства и народа нашей страны. Ну, а кто-то думает иначе, пишите в комментариях. Всего хорошего.